Завершилось трёхдневное голосование под довыбором депутата Государственной Думы от Карачаева-Черкесии. Как отметили эксперты и общественные наблюдатели, всё было организовано на хорошем уровне, с высокой явкой и отсутствием серьёзных нарушений. В последний день свой выбор сделал и глава Республики Рашид Тимрезов. О том, какими запомнятся выборы 2023, в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Выборы 2023 можно считать частью истории. И хотя на момент подготовки сюжета итоги голосования по определению представителя Карачаева-Черкесии в Нижней Палате Федерального Парламента ещё не были подведены, саму организацию в регионе трёхдневных выборов стоит признать качественной и успешной. С самого начала политологи и общественные наблюдатели следили за тем, что происходило на всех избирательных участках и отмечали как высокую активность населения, так и отсутствие каких-либо нарушений. Так, позитивное настроение жителей Черкесской чувствовалось чуть ли не в каждом месте, где проходило голосование. Где-то люди приходили в национальных костюмах, на других участках для горожан устраивали небольшие представления. Организаторы постарались создать праздничное настроение, которое передавалось бы и приходящим гражданам. Первые два дня очень хорошая высокоявка была, особенно в первой половине, где-то часов до двух, до трёх. Избиратели идут разных возрастов, и молодёжь, и более старшее поколение, с детьми. В общем-то, всё очень доброжелательно, спокойно голосуют, всё хорошо. Мобильный уик в этом году – это новшество с Москвы. Нас обучали членов комиссии. Девочки ходили целый месяц. Две волны была, первая волна, две недели, и потом вторая тоже непосредственно перед выборами. Ну, тоже, в общем-то, более-менее спокойно люди реагировали. Каких-то эксцессов лично на нашем участке недовольств сильных так не было. Представители разных поколений, сфер деятельности, интересов. У каждого были свои причины, чтобы посетить избирательный участок. Но оставляя отметку на бланке, люди надеются, что окончательный выбор народного избранника в Государственной Думе будет сделан в пользу того, кто проявит инициативу и неравнодушно относится к своим обязанностям. Мы должны все вместе, несмотря ни на какие сложности, работать на благо и на процветание нашей республики, наших людей, заботиться о жителях. И это роль и депутатов Госдумы, и депутатов парламента, городских, муниципальных, всех депутатов, которые взяли на себя ответственность представлять интересы людей. В завершающий день на избирательном участке проголосовал и глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов, который позже отметил, что считает выборы важной частью общественно-политической жизни и республики, и страны в целом. Он поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к будущему. 10 сентября ровно в 8 часов вечера были закрыты все участки для голосования. Начался важнейший период подсчёта голосов. Где-то в этом помогала автоматизированная система, на других учёт волеизъявления населения проводили члены комиссии. Результаты голосования стекались в избирком Карачао-Черкесии, который и подвёл черту под выборами 2023. Артур Махцель, Олег Малхожев, Вести, Карачао-Черкесия.